И снова здравствуйте, с вами Red Commander и мы опять играем в WC. В прошлый раз либо я что-то не так сделал, либо немножко глюкнула игра, но у меня сохранение нашего посещения дозорной башни не сработало. Поэтому сегодня мы пойдем другим путем, пойдем на каменный мост, посмотрим что нам там расскажут. Каменный мост, низкий каменный мост над бурной горной рекой на твердом и широком тракте. Ну что ж, в путь, те же самые 20 сриксов стоит туда передвинуться, интересно что там за сражение. Опять наши ослики ведут нас в бой, довольно таки красивый горизонт. Так, башня, башня кажется безлюдной, чего быть не должно. Трупы около башни лежат несколько тел и покинут гиббонскую башню. Давайте трупы посмотрим. Вы осторожно приближаетесь к телам и тут же отгоняете стрелков и вреду, чтобы те не увидели ужасные картины, открывшихся вам погибших срезанные лица вместе с ушами. Криггер бледнеет при виде истерзанных тел, вот дерьмо, это ведь те, кто за раском погнались, одежда их. Все здесь, вся дюжина, какого хрена с ними сделали, зачем, что за изверги? У этих бедолаг же семьи, дети. Вы осматриваете трупы, мастерская работа. На каждого не больше одного удара. Скадык и шребер. А вон и само оружие. Видишь, топор застрял в одном из бедолаг. И рукоять сломалась. Это топор раска. У капитана округляются глаза. Мать твою, это точно раска, вещица. У него в лавке на стене висел приметный топорик. Второго такого нигде не видел, только зачем он убитых так изуродовал? Вы отворачиваетесь от тел. Боюсь, это известно только самому раску. И однажды ему придется ответить за это изуверство. Пока давай прикинем, что нам дать делать дальше. Так, ну... Для начала обыскать трупы тут, по-моему, вариантов нет. Кригер недовольно кривится, наблюдая за вами. К чему это торн? У них ведь точно нет стриксов, иначе бы они с ума не сошли. А какие еще ценности у них могут быть? Кригер, да ты чё? Ценности есть, самые разные. 100 золотых, лично. Понимаете, понижена Кригер. Ой, мораль у меня низкая, кстати, почему-то. Так, что у нас? Южная дорога. Раз мог поехать по южной дороге, не мешало бы ее осмотреть. Западная дорога. Давайте в башню сначала пойдем. Вы пытаетесь войти в башню, но обнаруживаете, что дверь закрыта изнутри на засов. На самой двери следы ударов оружием, ее явно пытались выломать. На ваш стук, конечно же, никто не отвечает. Так, ну сначала обойдем. Умный в гору не войдет. В башню не пойдет, умный в башню обойдет. На задней стене башни вы видите несколько узких дыр в кладке. Похоже, башню построили со щелями в стене. А потом назначили их бойницами. Несмотря на первый этаж. Через них не пролезть, но заглянуть внутрь можно. Так, можно получить по башке, конечно. Но нам же интересно, что там внутри. Внутри царит полумрак, но вам удается различить перевернутую мебель и лужи крови. Кажется, вы нашли еранс. Давайте залезем через окно. Вам надо выбрать, кто полезет наверх. Не каждый настолько ловок, чтобы вскарабкаться в ущербленной стене и протиснуться в узкое окно. Давай, дочка, вперед. Вы представляете, что ваша дочь может сорваться с одокой высоты и отметаете идею, не испытывая ее высказать. Вообще-то я успел высказать, она вроде там ловкая и тренировалась. Так, кого еще можно принести к жертву? Так. К ходу. Соб пытается помешать ходу, но тот показывает его неприличный жест рукой. А затем достает пару ножей и втыкает их стену в башню и карабкается наверх. Довольно скоро он исчезает в окне. Вы замечаете, что его храбрость и ловкость явно впечатлили ее к бледу. Некоторое время вы ничего не слышите, но затем раздается сдавленный крик и вы бросаетесь в двери. Вопреки вашим страхам скоро слышится скрип от сдвигаемого засова и бледный стрелок выходит из башни. Внутри лежат трупы яранских ратников на их телах, колотые раны. Но непонятно, кто их мог нанести, если весь дозор спрятался внутри башни. Вы смотрите на узкие бойницы в стене, через которые их могли расстрелять, но в телах нет ни стрел, ни болтов. Конечно же, обыскать тела. О, перестал, кстати, приставать к нам. Среди трупов вы находите тело капитана. Неизвестно, какая нелегкая занесла его расположение окраинного дозора, а теперь его знак с астриксом очень вам поможет. Ну вот, он говорил, нету ничего с астриксами. Все у нас есть с астриксами, 20 штук, просто так. Так, южная или западная. Типа пальцем в небо, да? Конечно, сначала попробуем с правила левой руки, с правила буравчика. Вы осматриваете южную дорогу и находите следы свежего дерна, как будто где-то свежего дерна. Как будто где-то с поселка выбрался конный отряд с пролесками. Пишу прощения. Всадников было явно больше десятка и прошли недавно. Земля еще сырая. Но 10 всадников мы же зарубим всеми ромки, да? У нас там лошадки тоже есть. Вперед. Вас беспокоят следы неизвестных всадников. Дозорные адалы или ираны заинтересовались бы трупами стражников, а прочие гости-бирканы могут оказаться не к добру. Все, нельзя туда идти. Западная дорога. На западной дороге никаких следов нет. В четверти лиги почва становится каменистой. Если здесь кто-то и проезжал, вам об этом уже не узнать. Вы досадуете, что не успели ни перехватить Раска, ни найти следов, которые могли бы показать, куда он отправился. Вы делитесь разочарованием с Кригером. Кригер сплевывает. Теперь этого Раска ищи свищи. Я думаю, он дальше в гиббон упадался. Но там, куда не пойдешь, на день хода ни одной деревни нет. В последние годы даже разбойники повывелись. Нам там делать точно нечего. Вам остается лишь признать очевидное. Ничего, тут ты прав. Нечего, тут ты прав. Понадеялся я на удачу, но она меня подвела. Теперь остается только к Менгиру в деревне Гремячий ехать. Ну, понятно, остается ехать к Менгиру. Так, и у нас теперь два варианта. Тайная тропа или горная тропа. Горная тропа ведет нас к покинутой стоянке. А тайная тропа ведет нас к деревне Гремячий. Так, везде все по 40. Так, покинутая стоянка. Это, получается, мы крюк небольшой делаем, да? Так, а здесь у нас что? Можно разбить привал. Сейчас, наверное, еще рано. Давайте в покинутую стоянку. Крохотная горная долина в заброшенной дороге, на которой чернеют следы костричей и пожарищей забытых построек. Поехали. Что-то на полдороги на нас никто не нападет даже. Мюлес. На Эйнштейна чем-то похожий. Вы догоняете тяжело груженный фургон, сопряженный шестеркой лошадей. Судя по привязанным крышетюкам и ящикам, повозка предназначается странствующему торговцу. Хотя охрана у него, как у важного вельможи. Присмотревшись, вы узнаете Мюлес. Менялу из Альбиуса. Конечно, поздороваться. Поравнявшись с фургоном, вы приветствуете Мюлеса. Он узнает вас, улыбается и машет рукой. И разговор с Менялой вы узнаете, что он решил переехать в Урсус вместе с семьей и всем нажимом. Он выехал еще до того, как начал звенеть колокол и ничего не знает о начале жатка. Что можно ограбить? Ну ладно, мы пока еще знакомимся с игрой. И вроде мы его знакомы, поэтому грабить сходу не будем. Так, давайте просто посмотрим товары. Может, Стрикс удастся у него за бесплатно получить. Кожаные кошели. После торговой гелии просят колдунов и гадалок зачаровывать свои кошельки, чтобы приманивать деньги и удачу. А некоторые обращаются даже к магам, имеющим хирург от храма коры богов. Так, дает 300 золотых за бой. Стоит 2000. Прикольно на самом деле. Так. Изумруд. Плюс 7 энергии, минус здоровью. 20 стрел, кстати. 1300 золотых всего и 20 стриксов. Так, какие-то карты. Так, ну карты я пока покупать никакие не хочу. А вот кожаный кошель я, наверное, купил. Ну, он окупится, конечно, не сразу. Но он со временем окупится. Это важно. Давай мне, кожаный кошель. Так, их хватит. Так. А почему сейчас я не могу предупредить, что стриксы полезны? Так. Охранники Миллеса и сам Минялла провожают вас подозрительными взглядами. Но вскоре вы оставляете фургон далеко позади. Так. Куда меня это перенесло? Так. Продолжаем путь. В чем дело? Давай горная тропа. Продолжить. Так. Мне нужен священный камень. Бред. Заметив что-то в отдалении, бред останавливается и протягивает руку в сторону находки. Вы щуритесь, но ваша зоркость не сравнится с зоркостью молодого стрелка. Ему приходится объясняться. Там тело. Судя по одежде, это кто-то из нашей роты. Повернем. Посмотрим. Поспешивший к трупу Кригер в негодовании восклицает. Это же Ланд из моей роты. Только вчера отпросился у меня в дозор с бывалыми стражниками. Как же это? Прррр. Ну, конечно, хочется по традиции обыскать труп. Чувство Кригера опять загрустит. Давайте его похороним. Вы не можете тратить время на рытье могилы, поэтому Ланд приходится хранить, обложив тело камнями. Вы произносите положенные слова, а Гледа приносит откуда-то небольшой букет цветов. Закончив обряд, вы с чувством выполненного долга продолжаете путить. Так, и еще 40. То есть я ничего не заработал, никого не ограбил, потратил просто лишние 40 стриксов, да? Отлично. Так, ну, видимо, скоро все сойдем с ума, и все будет нормально. При этом замечает дороги стражников Альбиуса, откликает их и мажет им рукой. Те разворачиваются и направляются к вам. Они явно спешат и даже нахлестывают лошадей. Расстояние между вами быстро сокращается. В одно мгновение вы вспоминаете обезумевших стражников Альбиуса, думаете о знаках, которые могут начертить в окрестностях города Жнец. Ясно представляете причину спешки дозора? Или стоит сначала разобраться? Приготовиться к стражнию всегда полезно. Вы приказываете съехать с дороги туда, где будут бессильные всадники. Ваши люди удивлены, но не ослушиваются вас. Тем временем стражники приближаются, спешиваются, выхватывают оружие и бегут к вам. Их лица искажены злобой. На губах пузырится пена. Вместо Махач. Махач, Махач, Махач. Так. Кому-то надо дать. Так. Можно не кашель кому-то дать. Сам его буду носить. А то еще монетки отдадут кому-нибудь другому. Так. Кригер. Ты у нас толстенький. Давай вперед. Так. Лучник. 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 Попробую в два лучника повоевать этот ход. Беледа. Так. Давайте вот с таким вариантом посмотрим, что из этого получится. И в бой. Долго что-то прогружается битва. Неужели там столько врагов, что приходится так головы грузить? Нет. Не так уж и много. Да. Кто у нас тут есть? Так. Давайте расположимся сначала как-нибудь поудобней. Лучник. Немножко. В тыл. Как-то вот так, наверное, да? И готовы. Карточки нам показали. Это хорошо. Так. И начнем, наверное, где. Так. Что мы можем? Можем даже кого-то пальнуть на шестерочку и можем точно выстрелить в кого-нибудь. Ну, давай гуляй. Нормально. Так. Они решили карту завязать. Так. Давай-ка вот сюда. Чисто прикрыть бойца. Так. Атаку на один. Защиту на один. Атаку на один. Пошли. Так. Ох. Обычным выстрелом мы, в принципе, его бы убили. Просто не достаем, да? А точным выстрелом тоже не достаем. Поносить символом. Так. Давайте по этому. Вот. Нормально. Так. У этого бронька есть. Надо осторожней. Давай, выдвигайся сюда. И юзай на себя. Так. Давай-ка контр-атаку. Так. Пора мне кажется карточки юзать. Ах ты, нехороший человек. На-ка. Что у нас есть из карточек интересное? Давайте повесим на нашего главного протагониста броньку. Ему сейчас пригодится. Вообще, что он себе позволяет. Так. Ну, теперь мы можем, скажем, ледой нанести удар, которого он не переживет. Кстати, так и так не переживет, поэтому по-простому действуем. Леда, она, конечно, убийца. А маг очень даже крутой у нее. Так. Так. И у нас еще один воин. Так. Только у нас немножко он в тылу сидит. Так. Жажда месть. Умешает атаку. Он опять увеличит на знакомо всем соседям. Ладно, давайте. Давай сюда вам код. И сам себя бафни. Скажем. Скажем, скажем защитой. Защита всегда пригодится. Так. Этот полумертвый у них. Так. Так. Начнем. С нашего суперкрутого бойца. Так. И расталкивающий удар, я думаю, будет очень крутым в данной местности. Так. По грейде начали атаковать. Но с другой стороны он перекрыл всем остальным путь к ней нормальный. Так что можно еще немножко обезопасить ее. Так. Оглушает цель. Отбрасывает на две клетки. Вот это нормально. Давай-ка. Ну что ты решил просто убить? Ах ты, лучника то за что? Вот это конечно несправедливо. Лучник никого не трогал. Так. Давай-ка ты отойдешь на всякий пожарный. Так. И завязаешь у ворот. Так. И даже выстрел еще можешь успеть сделать. Отлично. Бам стоп по броне. Это нам не страшно. Так. Этот еще. Так. Они все походили. У них сбросились ходы. Ммм. Ммм. Натиск. Давайте-ка натиском же. Ух ты. Вместе с нашим Гленом. Или как его там зовут? Подвинул всех. Так. Гленом скоро так помрет такими темпами. Да? Это не интересно если она умрет. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. выстрелом все убрали ему всю энергию так все надо и убегать пока она еще пока она еще может убегать хочу раны получать так это все неинтересно у нас живучий мы можем кстати ходить уже нами так вычуть защиту еще на 3 начнем со славянского все 20 голосов осталось она тоже жить с этим что-то делать так убьешь его убьет хлоп убьет и подвинет здесь тоже с лучниками и все хорошо но его надо добивать уже босса вражеского да тут кстати крутой навык потому что он оглушает оставляет действовать другого так что убьет он да не знаю убил но по крайней мере повредил не хочешь того стрелять давай в этого ладно 8 холстов опа зарубил минус минус то у нас остался все под ею ходить и мы просто ход сдаем вот дает ему в ответ жахнет вот так да это лучший навык из тех что есть у воинов и они намного более мощные ребята чем лучники оказывается так стриксов десяточек набрали еще осколок стрикса странный кусок стрикса не годится не на обмен не для защиты от губительной жатвы но от него исходит приятное бодрящее тепло отлично улучшает настроение вселяющий оптимизм еще 300 золота так получили мы два черепка потом будет узнать как их смывать эти черепки что раскрываем после боя ваши люди собирают разбежавшихся лошадей и животные стражников загнать сильнее ваших и с трудом держаться на ногах скачка вымотала и ваш взгляд в конце концов вы вновь отправляйте дорогу помня о том что теперь кто угодно может оказаться вашим врагом всех мочить надо из разбора он только надо вылечить . так старая дорога еще 23 хватит тратить бабки и мяч и минкир уже почти на окраине деревне и мяч и вы замечаете одинаково всадника его лошадь или тащится должно быть он угнал ее без отдыха вымотанный как его лошадь он замечает ваш лично вас лишь тогда когда вы нагоняете его триггер приветствует и пристает стременах рассматривая путника затем восклицает о да это не как рамлин стру стой стражник ты недоделанный или ты своего командира не узнал парень испуганно втягивает голову в плечи но увидев кригера выдыхает с облегчением здравствуйте капитан кригер а вы здесь какими судьбами я вот домой еду доехал почти кригер прищурившись бросает взгляд на дома которые уже видны дальше по дороге деревне твоя никуда тебя не вступай в армию будешь в три года еще служить и лошади твоим отдых нужен ты же ее считай загнал голова твоя садовая слезали пока она тебя не придавила кстати по-хорошему счетчик лошадей нужно было иметь вот получили мы сейчас разбили отряд там было сколько там пять шесть чуваков по идее 6 лошадей мы должны перемещаться теперь как минимум быстрее за счет использования сменных лошадей но как мне кажется ладно рамлин слезает с лошади и обесильное животное валится с ног вы осуждающий глядите на молодого стражника и спешиваетесь чтобы поговорить ты парень отдышись пока а потом вот на какой вопрос ответить за последний день мы миновали считай за полдюжины хуторов но не увидели ни одного человека может ты знаешь что тут происходит нет не знаю я у хаторов не останавливался да и вообще старался не останавливаться подозрительный товарищ надо его на стриксы ограбить и пускай ходит дальше чё странного по дороге не приметил разве только следы много если по ним судить то это конный отряд побольше вашего самих не видел хотя вроде бы и скакал без отдыха и направляются они похожи к нашему менгиру это и мы заметили никак понять не могу что это за отряд такой может быть берканских разъездов такого размера тут быть не должно может разбойничьего тага как бы они в твою деревеньку не наведались отродясь к нам разбойный люк не заглядывал взять у нас особо нечего а в каждом доме и лук и копье имеется да не по одному больше потеряешь нежели приобретешь да и у менгира дозор стоит поможет случае чего ладно с этими всадниками загадочные позже разберемся как все лето столько продержался ну я наговор знаю как себе силу придать меня бабка этому научила один из вандилов многое умеет вандил это местный вандал да и знает про многое так так ты что колдун да какое же ты колдовство так ворожба небольшая многие монахи храма кары богов тоже могут человеку здоровье поправить ты монахов то сюда не приплетай их сила от богов идет храму твои заявления точно бы не по нраву пришлись на костер его он к тому же все равно пригоревший чуть кригер у нас к счастью не северные королевства инквизиции нет сожалению вандилы вольны своих устоев придерживаться в том числе и по своему и по-своему веру понимать и все и он не может нас чему-то получить вот мы обвинили его в колдунстве чуть-чуть и все и уже ничего не может неинтересно да конечно я сначала уже бабушки зайду передохнул а затем к мигиру потом наверное обратно к стайна вы капитан не додумай не думайте я не дертирую и давай никто тебя ни в чем не обвиняет да и не на тебя сейчас так что нет разницы на башне ты или у бабушки своей вообще разница по-моему все таки есть вроде городами людей вырезают так что пускай к бабушке конечно идет все логично так что-то лошадей у нас не прибавилось куда-то мы увидим их съели по дороге просто про это не рассказывать вы проезжаете мимо деревни улицы которые удивляют вас пустотой вас одолевают дурные предчувствия но вы отмахиваетесь от них вы слишком спешите к мигиру все прочее придется отложить селит оборачивается деревню говорит должно быть селяне собрались со священного камня праздник же вы с облегчением соглашаетесь видите правду в селениях что недавно что недалеко от мигиров есть традиции устраивать нам весенние торжества размышления отвлекли вас и вы не сразу услышали что к вам обращаются 3 снова окликает вас указывая на дорогу на ней что-то дымится вокруг поднимающихся к небу струи дыма кружек кружек падальщики вы сбавляете ход и решаете подъехать поближе католическую пасху видео празднуют тут похоже опять трупики пытаются воронье да и много крови и что-то интересное можем опять расскажет о трупы не обыскивать ничего у них найдем чё человек не понимает в бизнесе рпгшек нет такой рпгшки в которой нельзя стать меня миллионером не обыскав тысячу трубков так посреди дороги свалены кучу тела их много стариков и старух женщины мужчин даже детей земли торчат какие-то колья и наспех сделанная виселица запах свежей крови кружит кружит голову и вы пошатываетесь подходите ближе держа лошадь грузцы стерзанные сожженные люди растаясь жизнью не в силах издать ни звука их рты забиты грязью отрубленные руки и ноги валяются тут же вы медленно оборачиваетесь стиснув рука от меча рядом стоит гледа остальные замерли падать гледа схлипывает не в состоянии произнести ни слова от ужаса ее начинает тошнить и она на негнувшихся ногах отбегает в сторону вы приказываете своим людям помочь гледе и не подходить какой-то тихий стон привлекает ваше внимание вы взглядываетесь в кучу тел и замечаете скрытую остальными трупами беременную женщину она так истерзана что вряд ли проживет долго без помощи судя по всему роды должны начаться в ближайшее время если женщина умрет здесь погибнет и ребенок если взять ее с собой то она станет обузой а еще тяжелее станет когда появится младенец если это случится вот нормальный выбор уже да ну честно говоря попытаюсь помочь на такое мы пока пойдите не можем вы убираете тела по которыми погребена женщина и поднимаете ее подбегают ваши спутники чтобы помочь лекаря вашем отряде нет а в деревню бессмысленно возвращаться похоже ее жители здесь и лежат придется вести женщина комментиру ну прям ну вырастим бойца родит какого-нибудь чудика через 18 лет обяжем его 20 лет служить регионах так вот уже сразу люди какие-то чё-то расстояние небольшое так на мой взгляд так вы останавливались отряда моста на той стороне расхаживают странные незнакомцы менгир в крови а рядом с ним висят тела дозорных на ваших глазах камни силком прикрыл прикладывать человека и он в корчах падает на землю ходу новый махач будет флит бледнеет это ведь энцы их старых хрониках поганами называют я читал про них владельцы заколдованных клинков способных летать получается точно жатва началась вы выхватываете меч они нас заметили приготовиться к бою я смотрю они не дураки у моста собираются нам придется спешиваться всем на мост не лезть только мешаться друг другу будем гляда останешься сраненой вы раздаете указания кто идет на мост а кто остается прикрывать тыл и энцы словно ждут когда вы подойдете к мост мосту чтобы опрокинуть вас в пропасть чё-то интересное сейчас будет беда у нас не может в этих уходу возьмем но со слов обломок стрикса плюс 1 энергии кому-то можем накинуть давайте флиту что ли не знаю что и мы можем прокачать кстати нашего бойца главного так что мы что контакте защите это мне нравится да я и в прошлый раз брал когда он на сейф не сохранился и сейчас параметры что у нас тут здоровье 29 а это у нас из-за штрафа видимо из-за раны как и убрать географию сейчас читать не будем ну что ж в бой посмотрим что там за бой на мосту будет по идее в две-три клетки наверное ширина моста будет ну скелетики давайте прогружайтесь на две клетки всего ширина моста так нам побольше лучников так они смогут через нас пулять интересно или нет ладно пуск пока так а там посмотрим на карточке все здесь что эти ребята из себя представляют контратак как смертельный укол так давай-ка сюда и что-нибудь заюзаем до начала гнев давайте выходить по одному ох ты не хорош человек мы ему даже не ответим как так а вот тоже не может давай сюда тогда и контратаку себя надо еще ходы заканчивать нормально мы ему отгрели так лучники ничего не могут да так ладно я этих товарищей в уголок смеху отсюда он все он не сможет ничего сделать надо как-то ротировать в первом ряду бойцов после того как они принесут какие-то потери так они уже эти просто пропускают ходы так о а лучник может отлично давай-ка снимай ему энергию чтобы он ничего не мог так ты чего там помираешь лучник непонятно ускорение дистанцию на 1 это все неинтересно что добьешь чего такой дамаг по тебе-то входит у него контратака такая сумасшедшая что ли а этот тоже самое непонятно обычный выстрел тоже а вот обычный выстрел такого не делает обычно выстрел его и не убьет лоп так какой-то баффер у них объявился так ну баффер тебе не поможет давай-ка топай сюда интересно я натиском могу его сбросить нет остался на своем месте ух ты из-за угла может гулять хитрец так давай компарирующим ударом будем лопнуть защита нам пригодится тоже нехороший человек что-то там гуляет с угла так давай-ка вот сюда ух ты ух ты формально а теперь вот его лоп один холст как нехорошо ты товарищ все ничего не можешь кстати что-то было прикольное так давайте вылечим нашего главаря потом скоро скопытится такими темпами и не только он так этим надо закончить ход да со страшной силой моих товарищей выпад давай-ка натиск сюда нормально поэтому что-то там подлечивает все подлечивает варьирующий удар но это он нормально цель выбрал правильно вот этого все бить так ты давай отходи и давай с ворот так истощающий выстрел уносит 15 урона по энергии уменьшает защиту противника на 5 а эту у него скиллы такие они нормально скилл я тоже такой хочу а у нас такое есть все убивай его отлично все два врага осталось этот разбафанный блин но без энергии кто у нас пойдет сражаться так так давай истощающий нормально поплавили ну ему этот барсик уже не поможет так давай контратаку себя это ерунда поэтому сейчас тебе как натиском то по башке огребем так вот пускай он оглушенный стоит и бафают во сколько хотят так и лучник давай-ка точно выстрелом чтобы наверняка хотя и обычно наверное хватит нет обычно не хватит точно тыкс отлично главное что чувак еще жив так так давай-ка сюда и пум-пум-пум-пум давай гнев какой-нибудь ну куда ты пошел он тебе ничего не сделал ты его даже не убил слабак так нормально что-то никого не добиваешь странный дядя давайте убиваем хлопать ну никто не умер на этот раз 75 стриксов вот это круто 1300 золото скоро уже окупится наша покупка мешочка исцеление 4 из 4 фрагментов карты так или мы один фрагмент получили а у нас она полная есть насколько я понимаю исцеление то есть мы уже уже хилиали считается что может быть они как-то стакаются можно усиливать заклинания посмотрим так и почти все уровень получили это круто рамлина опять нашли вы замечаете что на мосту появляется рамлин он бредет пошатываясь его глаза пусты вы понимаете что именно видел парень и порываетесь подойти но вас опережает бледа рамлин обнимает ее начинает плакать рыдание душит его и вы не решаетесь лишаться бледа пытается успокоить несчастного а до вас доносится его вспивчивый рассказ о том что вся деревня действительно пуста судя по следам крови часть убитых сбросили в реку а часть постепенно парень затихает и вы поворачивались к Менгиру сейчас посмотрим что это за Менгир такой а то постоянно в каждой второй фразе про Менгиры говорится не совсем понятно что они себе представляют какая-то скала с лесенкой видимо местные Донателло и Микеланджело трудятся статую создают так Менгир ага а вот и Менгир цель вашего путешествия только стоил ли он того рамлин так ну что давайте посмотрим стоит он того или нет капитан бренин ты чего стоишь к Менгиру не подходишь не в крови же боишься вымыться хотя зрелище то еще эти твари получается человеческой кровью камень поливали странно это все вон видишь человек лежит в одежде монаха его энцы силком к камню приложили после чего он погиб вот я думаю не осквернили ли энцы этот камень каким-нибудь своим мерзким ритуалом не узнаю я тебя капитан ты же раньше вообще ни в какое колдунство не верил да и сам подумай как этим поганам с силой самих богов тягаться может попробуем от удавок на шеях убавиться надо кого нить ненужного сначала туда послать правильно стоять не хватало еще чтоб ты тут помер а что касается магии то я за последние несколько дней всякого насмотрелся чего иначе как колдунство мне объяснить в том числе я видел как прикоснувшийся к мингиру человек скончался на месте я и не спорю о том что ты видел я всего лишь говорю что возможно ты неправильно столковал увиденное но не может же быть что священные камни исцелять перестали уж сколько веков они людям помогают и сколько веков не было жатвы нет уж хватит глупых смертей к камню не прикасайся к двойному мингиру поедем что по дороге к Кусусу поедем отсюда так кровь на земле так или рамли давайте поговорим с рамлином в моей деревне все убиты кого в реку сбросили а кого только там на дороге там не все из моей деревни есть люди из окрестных хуторов зачем эти твари так наступают для чего это не знаю все что приходит в голову это то что им нужны наша боль и наша смерть мы уничтожили тех кто здесь был и уничтожим всю погонь что еще встретим берясь замедляли на шее бабка думала что из меня получится колдун вот отдала свой амулет возьми возьми меня с собой торн я хочу быть воином не хочу быть клубном для этого и стражу пошел забери его так вообще медальон ему самому наверное будет полезен иначе он скопытится там со временем да с другой стороны у нас мы там поплошли 80 стриксов потравить давай медальон в бабкином амулет у тебя вставлен стрикс это многое объясняет стриксы прикрывают от магии жатвы и пока мы вместе я распоряжаюсь ими если ты готов сражаться и под приказы можешь ехать с нами еще что-то хочешь сказать рамлин как будто прислушивается к чему-то затем трясущимися руками достает кошель открывает и протягивает там несколько магических карт ну сразу откуда у тебя магические карты тяжелые словно и свинца отбиты да еще и горячие и ты говоришь что не хочешь быть колдуном это от моей бабки карты я ими в детстве играл дурака она говорила мол если почувствуешь что потяжелели эти карты значит игры кончились и пришла беда я их тебе хочу отдать ты старый старший ты ими и должен владеть так почему некоторые сломаны что за нафиг ничего нельзя доверять так они не сломанные просто не целые бабка как-то раз на моих глазах притащила откуда-то осколки собрала картинку воедино так все куски сами заново и в целую плашку собрались собрались так мне теперь что повсюду эти осколки разыскивать как хочешь части таких карт никогда не пропадали не зная их истинной силы люди использовали их как обереги или просто сувениры так что они у многих торговцев попадаются как и предметы со стиксами в чем ценность твоих карт по картинке можно догадаться они же не для колдунов которые и так магию чувствуют а для лишенных дара поэтому и подсказка на каждый о прикольно с инструкцией по применению а как-то невелика наука сжимай в кулаке и желанием направляй пользы от них есть не спорю но с ничем как-то спокойней вражеский отряд картами не разметаешь не знаю я сам этими картами не пользовался может есть и такие с которыми и оружие не нужно еще помню что ими не только ты пользоваться можешь а любой кому доверишь так ты сам то понимаешь что это а че тут понимать бабка говорила если ты не шаман а колдовство хочешь а колдовство применить хочешь или против колдовства обстоять то как раз эти карты и в помощь от кимуров они пошли которые говорят от поганок свой рот ведут но это все объясняет да я слышал об этом не знал правда что снова они в силу войдут у меня тоже есть пара кто бы знал что древние побрякушки снова в деле окажутся жатва началась торм сейчас все что раньше было только суевериями и легендами магией напитывается ты же сам наверняка видел что многие вещи собирают силу обретают вот и эти карты из их числа спасибо пора отправляться да аккуратнее будь с этими картами их любой использовать может но иногда лучше махать оружием чем столбом стоять да на колдовство надеяться не тебе меня учить парень так с магией шутки плохи так понимаю на промече я и так не забуду если ты прав в бою нам эти плашки пригодятся а что сражения еще будут то в гадалки не ходи ты это если что рассчитывай на меня и не тяни особо от мундира странным чем-то верит злым не хотелось бы здесь задерживаться вы провожаете рамлина взглядом и замечаете что вокруг раненой женщины поднимается суета вы подбегаете но вас останавливает беда папа у нее роды начались отгони всех прочь кроме рамлина кажется он один знает что делать тогда начинается бегать меня с поиском чистой воды и тряпок вы так и не нервничали даже когда командовали ротой бойцов после всех стараний и награды становится плач младенца вам подходит понурая гледа ребенок здоров а вот мать спасти не удалось слишком многое она пережила я поищу молоко в припасах дозора но младенца надо побыстрее куда-нибудь пристроить так что давай не задерживаться так кровь могила для похорону мингира обычно нужно особое разрешение сейчас убивать кровь тебе надо выяснить пока есть время можно привести себя в порядок так лвла раздать так сохранения нету ну давайте кто у нас прокачался так главарь торт третий левел трон-тон-тон-тон так нефт плюс 1 атак атаке да давайте нефт включаем бред 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 плюс 4 к здоровью 1 к атаке так открывает способность концентрация с одной дистанции атаке с одним уроном вот это нормальная вещь так соп натиск более крутой натиск супер крутая вещь сразу ее апаю всем воинам так флинт второй лучник у нас ну что посмотрим что за концентрация одинаково вкачивать не буду так ходьбе к энергии к здоровью так для начала навык качаем так гледа здоровье время перезарядки но я стремительности пока особо не пользуюсь так быстрее энергии способность прикрытия ну сильный удар давай-ка так и рамлин вроде даже еще не сражался уже уровень получил так какие-то перезарядки ускоряют влащение сил и броня духа твой броня дух звучит так как будто будет броню увеличивать наверное пригодится так так ну что давайте костерок наверное костерок и есть хранение да пум-пум-пум картистики можно посмотреть умения это пока не интересно так предметы все раздали только в отряд надо колгуна взять наверное вместо вместо бреда пока так исцеление команды так давай-ка прошло прошло день потеря потеряно 23 стрикса сколько у нас 109 осталось отлично ну что ж на сегодня наверное все через некоторое время продолжим наше похождение не забывайте ставить лайки писать комментарии как вам эта игрушка это был редкомандер всем пока 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 не забывайте